Фортнайт Сегодня мы затронем и свяжем две весьма обширные темы, а именно океан и жизнь после смерти. Как же все-таки мало изучен океан? Сколько еще тайны загадок хранят в себе темные воды этого бескрайнего источника жизни на нашей очень мокрой планете? По разным оценкам, океан изучен всего лишь на 2-5%. В 2011 году специалисты крупнейшего проекта по изучению мирового океана Census of Marine Life, перепись морской жизни, опубликовали данные подсчетов числа видов живых организмов на Земле. Для проведения расчетов им пришлось собрать и проанализировать все принципы таксономии, науки о классификации. Самые точные подсчеты показали, что 6,6 миллионов видов животных живут на суше, и еще 2,2 миллиона бороздят океанские глубины. Однако, еще 91% обитателей моря еще предстоит открыть, описать и каталогизировать. Предыдущие оценки населения Земли были гораздо более расплывчатыми. Приводились цифры как в 3 миллиона, так и в 100 миллионов видов. На данный момент описаны и каталогизированы около миллиона сухопутных и 250 тысяч морских видов животных. Все ныне существующие виды животных отсеивались по принципу естественного отбора в течение уже 4 миллиардов лет. За все это время рождались и умирали множество миллиардов живых существ. Останки почти каждого из них в той или иной степени подвергались разложению под влиянием различных факторов, в зависимости от среды, где Танотос настиг ту или иную сущность. Эти факторы включают в себя кислотность или щелочность среды, температурный режим, влажность, доступ кислорода к телу. Неразрывно с ними связано воздействие животных-некрофагов на тело, к которым относятся грибки, бактерии, насекомые, черви, птицы, рептилии, млекопитающие, рыбы, членостоногие и многие-многие другие. В общем, разного рода падальщики. Так, после наступления смерти животного, если его тут же не растащат крупные многоклеточные падальщики, возможно несколько основных вариантов того, что случится с его телом. Гниение. Это разложение сложных органических соединений под воздействием микроорганизмов до более простых. В результате гниения происходит полное разложение белков, жиров, углеводов и других биологических веществ с образованием воды, сероводорода, углекислого газа, аммиака, метана и других соединений. Наиболее интенсивно этот процесс происходит в теплой, влажной, богатой кислородом среде. После того, как процесс гниения завершится в мягких тканях, он будет еще очень медленно и долго протекать в костной ткани или хитиновом панцире. Торфяное дубление. Это процесс, происходящий с трупом под действием гуминовых или гумусовых кислот, если тот вдруг попал в торфяное болото. Под воздействием гуминовых кислот кожа подвергается дублению, уплотняется, приобретает буро-коричневый цвет. Внутренние органы уменьшаются в объеме. Существенные изменения происходят и в костях. Гуминовые кислоты способствуют вымыванию минеральной основы кости, в результате чего кость по своей консистенции становится похожей на хрящ, становится достаточно гибкой. Результатом этого процесса становится болотная мумия, которая способна храниться до нескольких тысяч лет и рассказать очень многое исследователям-археологам о том, кто и как жил в этих местах много лет назад. Сапонификация или омыление Образование так называемого жировозка – это вещество, в которое иногда превращаются кожа и мышцы организма при наличии таковых. Образуется в условиях высокой влажности, при отсутствии кислорода. Чаще всего это происходит при захоронениях во влажных глинистых почвах или при нахождении тела в воде. В условиях повышенной влажности и отсутствии кислорода начавшиеся гнилостные процессы замедляются, а ткани и органы пропитываются водой. Большинство тел после смерти все-таки подвергаются гниению с разной степенью интенсивности, в зависимости от условий, в которые они попали. И даже в водоемах тела, подвергнутые сапонификацией, чаще всего все-таки доедают местные организмы. И по итогу от мертвецов остается скелет, который тоже далеко не всегда остается в покое. Скелет позвоночных животных построен из наборов костей, состоящих из костной ткани. Костная ткань – это живая ткань, которая содержит кровеносные сосуды и нервы. Однако в основном она состоит из коллагена, который создает прочную пористую матрицу. Коллаген является очень прочным стабильным белком, благодаря своей структуре и химическому составу. Лишь немногие ферменты могут расщеплять коллаген. Кроме того, коллаген связывается с кальцием и другими минералами внутри кости, придавая ей прочность. Что помогает ей на протяжении всей жизни поддерживать скелет устойчивым и ровным. Но самое интересное здесь то, что минералы не просто связываются с коллагеном, они его как бы покрывают. Из-за чего доступ микробам к органическому веществу весьма сложен, даже после смерти животного. Поэтому, если вдруг скелет животного окажется засыпан землей или илом на дне водоема, то при наличии определенных минералов в грунте произойдет постепенное замещение и кальция, и коллагена. Этими минералами образуются так называемые фасилии, каменные копии скелетов. Подобная участь ждет и беспозвоночных с достаточно крепким внешним скелетом. Эти окаменелости могут рассказать исследователям о живых существах, проживавших сотни тысяч, а то и миллионы и миллиарды лет назад. Однако не каждого ждет такой путь в вечность. Большинство будут все-таки рано или поздно съедены полностью. Так, допустим, на открытой местности бактерии и грибы все-таки смогут проникнуть в пористую сеть костей, растворяя своими выделениями минеральную составляющую кости, гидроксиапатит кальция, чтобы найти питательные белки коллагена в костях. После чего останутся лишь кучки содержащих кальций минералов. Впрочем, и на них найдется потребитель, способный извлечь кальций уже для своего скелета. Наверное, я увлекся с описанием постмортальных явлений. Изначально-то я хотел посвятить этот ролик только тому, как это происходит на дне океана. Об этом мы сейчас и поговорим. Но сначала пару слов, собственно, о дне океана. Дно океана принято разделять на экологические зоны в зависимости от освещенности, глубины и состава донных осадков, поскольку от количества проникающего солнечного света зависит то, какая флора и фауна населяет среду и какие донные отложения образуются в результате ее жизнедеятельности. Так, дно океана делится на следующие зоны. Эпипелагеаль до 200 метров. Сюда проникает солнечный свет и происходит фотосинтез, поэтому ее называют фатической зоной. Мезопелагеаль начинается с нижних уровней эпипелагеали и простирается до глубин в 1000 метров. Это сумеречная зона. Здесь с погружением слабый свет меркнет и нет уже почти ничего способного к фотосинтезу. С 1000 до 3000 метров располагается батепелагеаль. Начиная с нее и глубже идет афатическая зона, куда свет не попадает совсем. До глубины в 6000 метров простирается абиссапелагеаль, а далее идет ультрабиссаль. На этих глубинах температура держится на уровне 2 градусов Цельсия. Разнообразие жизни довольно скудно, но тем не менее она там есть. Поскольку с увеличением глубины уменьшается количество проникающего света и соответственно становится меньше биоты, способный к фотосинтезу, то и местные обитатели все больше зависят от того, что упало к ним сверху. И если для обитателей фатических зон падаль является чем-то вроде приятного бонуса к основной пище, состоящей из представителей флора и фауны, стоящей ниже по пищевой цепочке, то для проживающих на более темных глубинах мертвичина является чуть ли не единственным источником пропитания. Однако и на относительно небольших глубинах падаль долго не залеживается, ввиду высокой плотности населения тех мест. Чтобы выяснить, как происходит разложение тел на дне моря, исследователи университета Саймона Фрейзера в Канаде использовали туши свиней и подводную лабораторию Винус с камерой и дистанционным управлением. Ученые погружали три туши в залив Санич вблизи острова Ванкувер на глубину около 100 метров в разное время года. Разнообразные креветки, крабы и омары почти сразу же приступали к трапезе. Чуть позже крупные куски стали откусывать рыбы. Несмотря на то, что воды залива холодны и бедны кислородам, в теплое время года морские жители смогли обглодать первые две туши до костей менее чем за месяц. В холодное же время на это ушло несколько месяцев. А что же происходит на больших глубинах, где кислорода еще меньше? Температура воды достигает не более 4 градусов, а давление превышает несколько сот атмосфер. Как правило, рыба, умершая своей смертью, медленно опускается на дно, в процессе чего от нее будут пытаться откусить кусочек все свободно плавающие организмы. Мертвые млекопитающие, такие как киты и дельфины, в ряде случаев могут всплыть на поверхность из-за накопившихся внутри газов, где их тела будут охотно жевать все возможные зубастые рыбы и беззубые микроорганизмы. В конце концов газы выйдут, и эти туши отправятся на дно, если их не прибьет к берегу. Фито- и зоопланктон после гибели тоже последует вниз. Маленькие кусочки тел всех этих созданий по мере погружения под давлением будут спрессованы вместе до состояния хлопьев. Так, начиная с глубины где-то в километр, глядя в иллюминатор или изображение с камеры глубоководного аппарата, можно будет увидеть целый снегопад таких хлопьев. Когда эти хлопья достигнут дна, они будут тут же съедены причудливыми организмами, обитающими на темном морском дне. Это могут быть черви, ракообразные, морские огурцы, глубоководные рыбы, а также существа, которых ученые до сих пор не могут вписать в какой-либо класс. Уж настолько сильно они отличаются ото всех. Когда же на эту глубину опускается туша, допустим, целого кита, там возникает самый настоящий оазис. В этой темной, но отнюдь не безжизненной пустыне. Все существа в округе спешат на самый настоящий праздник жизни. Черви, осьминоги, гигантские изоподы, рыбы, улитки и слизни. Все, кто может двигаться, ожидать в спячке метать яйца и споры или откладывать их до лучших времен. Чуть позже за падальщиками могут подтянуться и редкие хищники, образуя новые трофические цепи. В какой-то момент выступающие кости, а затем и весь скелет животного покрываются красной травой с маленькими цветками. Но это совсем не растение. Это черви оседакс, что с латыни переводится как поедающий кость. Впервые их удалось обнаружить в Калифорнии, в заливе Монтерей на глубине 3 километров. Только после ДНК-тестов их решили отнести к многощетинковым червям. Оседакс не имеют привычного для червей пищеварительного тракта. Питаются они костями следующим образом. Сначала растворяют уже упомянутый гидроксиапатит кальция своими едкими кожными выделениями. А затем через эту же кожу из получившегося раствора всасывают жиры и белки, которые усваиваются червями только с помощью симбиотических бактерий. Согласно предположениям ученых, пол червя определяется, когда личинка достигает цели. То есть, если личинка оседает на кость, то она становится самкой. Если же на взрослую самку, то самцом, который оплодотворяет самку, живя внутри нее. Те самые отростки, похожие на цветочки, это жабры оседаксов. Было также обнаружено, что эти черви не прочь поесть и скелеты рыб, и акульи зубы. А их разновидности распространены по всему океану. Их находили в морских водах близ Калифорнии, Японии и Швеции. У берегов Швеции они быстро заселили скелет малого полосатика, искусственно затопленный на довольно малой глубине в 120 метров, а также затопленные кости коровьего скелета. Оазис на костях со временем становится похож на тот, что образуется возле геотермальных источников, черных курильщиков, о которых я как-то рассказывал в одном из прошлых роликов. Вот только существует он, в отличие от острова жизни, у черных курильщиков не десятки тысяч лет, а всего лишь несколько десятков лет. И после того, как последняя косточка мертвого животного будет съедена, обитатели этой системы разбредутся кто куда. Кто-то пойдет доедать упомянутые хлопья, кто-то выпустит микроскопические яйца и сам станет едой для падальщиков, кто-то зароется в грунт и так далее. Черви-костаеды же умирают сразу после того, как заканчиваются кости. Поэтому за все время своей жизни они стараются выпустить как можно больше личинок в свободное плавание, чтобы хотя бы несколько из них нашло подходящий субстрат для жизни. А вот то, как они успевают найти этот субстрат до того, как помрут с голоду, остается загадкой и по сей день. Кстати, наверное, многие задавались вопросом, куда пропали останки пассажиров печально известного Титаника, затонувшего на глубине 3700 метров. Вот, собственно, и ответ. Они просто-напросто попали в жизненный цикл донных обитателей тех мест. Единственные человеческие останки, обнаруженные на месте крушения лайнера, это кость фаланги пальца с кольцом, который обнаружили при подъеме супницы в груди, спрессованного до состояния бетона ила, прилипшего к посуде. Вот, собственно, я и рассказал, как в океане продолжается жизнь после смерти. Во множестве разнообразных форм энергии и материалы для формирования тела передаются от организма к организму, и почти ничего не пропадает даром. Жизнь продолжается. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, оценивайте и комментируйте видео, подписывайтесь на каналы и группы, которые я веду помимо Ютуба, ссылка на них есть в описании и закрепи. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok